Приветствую всех зрителей канала SeoPult TV. Меня зовут Завалин Роман и я являюсь аккаунт-менеджером отдела автоматизации и аналитики в компании MediaGuru. В мои обязанности входит работа с магазинами в Яндекс.Маркете наших клиентов. Естественно, все новости, связанные с этим сервисом, для меня очень важны. И в сегодняшнем видео я расскажу вам о новинках Яндекс.Маркета за последние три месяца. Я разделил свой новостной блок на три части. Первая часть – это новости самого Яндекс.Маркета, новости самого интерфейса и размещения. Вторая часть – это новости, связанные с системой управления ставками Price Labs. И третий экспериментальный блок – новости одной строкой. Новости, не касающиеся интерфейса или размещения самого маркета, но, тем не менее, тоже очень важны. Итак, начнем. Совсем недавно в Яндекс.Маркете появился новый отчет, он называется «Статистика по заказам за неделю». Он располагается на основной странице, на главной странице личного кабинета, в самом верху. В этом отчете вы можете видеть, сколько было сделано заказов за неделю по той или иной программе, сколько было выручено за эти заказы, сколько израсходовало средств на ту или иную программу, СПО по каждой программе и ДРР. Соответственно, если какая-то из программы у вас не подключена, то и строчки не будет. Также в этом отчете есть третья строчка, она называется «Прогноз по устраненным данным маркета». Эта строчка показывает, сколько в среднем должны такие товарные предложения, как у вас, по данным самого маркета получать заказов и сколько выручки должны эти заказы приносить. Чтобы настроить данный отчет, можно нажать в самом верху страницы кнопку «Настроить» или же перейти в настройки, в самой низ страницы, где есть пункт «Интеграция с Яндекс.Метрикой». Там в выпадающем списке вы должны выбрать счетчик. Хочу напомнить, что тот логин, на котором располагается ваш магазин, должен иметь доступ к тому счетчику, установленному на сайте. Если у вас не настроена электронная коммерция, вы выбираете цель на оформление заказа. Опять же, она у вас должна быть настроена. И если у вас электронная коммерция включена, цель можно не выбирать. Также изменились условия по передаче данных о доставке для магазинов в нелокальном регионе. Расскажу проще. На слайде вы видите, что данный светодиодный светильник будет доставлен из Китая бесплатно в течение 20-30 дней. Ранее такого диапазона доставки выбрать было невозможно. Был лимит в 4 дня. Единственное правило для установки такого диапазона, то, чтобы верхняя граница, то бишь 30 дней, не была больше нижней границы умноженных в 2 раза. В данном случае мы можем поставить 20-40 дней, но 20-41 мы уже поставить не сможем. И хочу также напомнить, что максимальное количество дней для доставки это 60. Также упростилась в Яндекс.Маркете регистрация нового магазина. Теперь она в один клик. Сейчас не обязательно указывать ссылку на прайс-лист или загружать сам прайс-лист. Также можно не указывать даже домен сайта. То есть регистрация упростилась очень сильно. Соответственно, вы можете зарегистрировать магазин и продолжать работы над прайс-листом или заниматься техническими работами с сайтом. Тоже очень удобно. Также совсем недавно в Яндекс.Маркете появились такие статусы, как проверенный покупатель. Этот статус располагается справа от имя пользователя, который оставил, соответственно, отзыв. Что значит этот статус? Этот статус означает, что данный покупатель совершил транзакцию через оплату на Яндекс.Маркете. Хочу напомнить, что чем больше таких отзывов будет, хороших, естественно, о вашем магазине, тем больше, чем с большей долей вероятности другие покупатели совершат покупку именно в вашем магазине. Также изменился процесс изменения количества товара в заказе. Данная функция работает только для заказа на маркете или программы CPA. Расскажу тоже в двух словах, как это происходит. Вот вы видите на слайде, что человек заказал три мяча для большого тенниса. Но у вас в наличии всего два или один. Теперь появилась возможность, если вы нажмете на странице заказа кнопку «Удалить товары», вы можете в меньшую сторону выбрать количество товаров. Это упростит, соответственно, оформление самого заказа. Если раньше нужно было звонить клиенту, говорить, что трех мячей нету, есть только два, приходилось отменять заказ и прочее, прочее. Сейчас же при созвоне с клиентом вы можете сказать, что у вас есть два, если он соглашается, вы можете изменить на меньшее количество товара. Тем самым вы уменьшаете количество отмененных заказов, что в конечном итоге будет хорошо сказываться на ваш рейтинг. Также теперь появилась возможность брать отчет по индексации по API. На слайде вы видите стандартный отчет из личного кабинета. Теперь вы можете забирать его по API и интерпретировать в том варианте, который вам удобен. Также эта функция подойдет для магазинов, для клиентов, у которых есть несколько магазинов. То есть можно теперь по API забирать отчеты со всех магазинов и сводить их в один, добавляя или убавляя какие-то пункты. Также, что касается API, теперь появилась возможность передавать даты и временные интервалы по API. Если раньше, например, ваш товар, когда он показался на маркете, было написано доставка завтра, 1-2, 1-3 дня, но не было указано точных интервалов в дневное время. Соответственно, сейчас появилась такая возможность, тем самым вы упрощаете работу и себе и помогаете клиенту выбрать тот или иной интервал, который ему удобен. Также в маркете изменилась стоимость по переходам из предложений по умолчанию. Напомню, что предложение по умолчанию — это предложение, расположенное справа от картинки и параметров товара. Туда попадают предложения магазинов, которые, согласно алгоритму Яндекс.Маркета, их более 200, наиболее релевантен для пользователя, то есть самая привлекательная цена, лучшие условия доставки, рейтинг магазина. Но их более 200 этих алгоритмов, которые я не знаю, даже, возможно, и маркет не знает. Вот, соответственно, теперь такие переходы оплачиваются по минимальной стоимости клика. Если ранее такие переходы оплачивались по той ставке, которую изначально назначал магазин, единственное, по таким переходам не работал автоброкер. Также теперь доступны некоторые отчеты PriceLabs из личного кабинета. В интерфейсе маркета в различных отделах вы можете увидеть ссылки, которые ведут на разные отчеты в PriceLabs. Очень удобно, вы можете экономить время, не искать эти отчеты в PriceLabs. Также обновились шаблоны для PriceLabs, которые загружаются в формате Excel. Они обновились для стандартного типа для PriceLabs, для аудио, видео и книг. Теперь там у обязательных полей стоят вот такие красные звездочки, и при наведении курсора вы можете посмотреть, что именно туда нужно добавлять. Тем самым вы сокращаете количество ошибок. Также напомню, что данный вид PriceLabs очень удобен для магазинов, у которых мало товаров. Также появилась возможность показывать CPA-предложения магазинов вне своем регионе. На данном слайде вы видите, что человек сидит из города Пушкина, в правом верхнем углу стоит регион, и видит, что он может заказать данный картридж из Москвы с доставкой 250 рублей в течение 2-3 дней. Если раньше такое товарное предложение показывалось не как в корзину, а как переход на сайт по программе CPC, то теперь можно сделать заказ. Но нужно соблюсти два условия. Первое условие — это настроить точную дату и стоимость доставки. И второе условие — это подключить предоплату на маркете. Соответственно, у магазинов, в которых и то, и то условие уже соблюдено, просто должны приготовиться встречать новых клиентов. Одна из важных новостей Яндекс.Маркета — это изменение минимальной стоимости клика. Теперь минимальная стоимость клика рассчитывается по формуле, которую вы видите на экране. Она рассчитывается, соответственно, для карточки по своей формуле и для остальных мест показа, или, как проще, все называют поиск, по своей формуле. С чего же стоит формула? Формула состоит из DRR. Это доля рекламных расходов на привлечение заказа в том или ином регионе, в котором вы размещаетесь. Привлекательность предложения. Тоже все по данным маркетам. И, соответственно, минимальная цена на карточке товара — это минимальная цена товара, который попал в эту карточку. И для поиска по той цене, по которой магазин продает данное товарное предложение. Хочу напомнить также, что когда пользователь смотрит на маркете товары и использует фильтр по цене, все дальнейшие переходы по данным магазинам будут тоже оплачиваться по минимальной стоимости клика. Также появились в личном кабинете два новых отчета. Первый отчет — это отчет о скрытых предложениях. Вы его можете найти во вкладке «Ассортимент». В этом отчете показаны все те предложения, которые на данный момент скрыты. И, соответственно, почему они скрыты. Также в этот отчет можно перейти через главную страницу в верхней плашке «Ассортимент». И второй отчет, который появился, — это отчет об исполняемости заказов. Его вы можете найти в разделе «Статистика». Напомню, что данный отчет доступен только для магазинов, работающих по CPA-программе, у которых она подключена точнее. И в данном отчете вы можете видеть исполняемость заказов, сколько было заказов сделано за тот или иной период времени, причины отмен заказов, статуса заказов. Очень удобно. Ранее такого не было в маркете. И, соответственно, для аналитики это очень здорово. Также в маркете добавились новые правила описания предложений. Расскажу тоже немножко на простом языке. Есть компания Hasbro, которая производит игрушки по лицензии Disney. Соответственно, не только компания Hasbro может производить игрушки по лицензии Disney. Соответственно, теперь для упрощенного типа описания прайс-листа в маркете нужно добавлять в элемент name полное название куклы Hasbro Disney, в данном случае принцесса, Disney принцесса, Рапунцель и название модели. И обязательно в элементе vendor указывать, кто производитель. Для произвольного типа описания добавились новые параметры. Это тема, лицензиар и персонаж. Вы можете скачать эти параметры, которые указаны. Например, в данный момент сейчас они указаны для игрушек. Вы можете скачать справки маркета в соответствующем расстиле. Там указаны все темы, лицензиары и персонажи. Подошел к концу первый новостной блок. Мы переходим ко второму. Это новости сервиса Price Labs. Price Labs стал доступен магазинам, которые работают только по CPA. Соответственно, ранее такой возможности у этих магазинов не было. И соответственно, все предложения, все их комиссии за заказ оплачивались по 2%. Сейчас же есть возможность изменять этот процент. Если у них получена только программа по CPA, изменять этот процент и, соответственно, ранжироваться выше-ниже. Но скажу по опыту, лучше размещаться по гибридному аукциону. И также можно размещаться вообще и без сайта. Но желательно, конечно, работать по обеим программам. Также в Price Labs изменилась и упростилась стратегия скрывать на маркете. Если раньше чек-лист для скрытия какого-то товара или группы товаров состоял из вот этих пунктов, мы вначале скрывали предложение через специальный фильтр, ждали пока Price Labs создаст ссылку, убрали эту ссылку, вставляли ее в личный кабинет маркета, заменяли ссылку в интерфейсе, точнее, ждали индексации прайс-листа примерно 3-4 часа. И, соответственно, наши предложения скрывались. Сейчас же чек-лист для скрытия товара в автомаркете выглядит следующим образом. Мы скрываем предложение с помощью специальной стратегии, ждем 15 минут, и наши товары скрыты. Соответственно, как для специалиста, работающего с Price Labs, это очень удобно. Далее в Price Labs появился новый отчет. Новый отчет называется «Количество предложений». Он располагается в разделе «Аналитика». На данном отчете вы можете видеть в динамике за определенный период времени, сколько у вас было количества предложений, а сколько у вас было с карточкой, без карточки, сколько открепилось и сколько скрыто. То есть теперь в динамике вы можете видеть, сколько предложений у вас было в тот или иной момент. Возможно, с помощью этого отчета можно определить какие-то ошибки системные и так далее. Также в Price Labs появилась возможность в выпадающем списке, если у вас несколько магазинов, выбирать один либо несколько магазинов с помощью галочки, и, соответственно, по этим магазинам смотреть статистику. И также появился фильтр, введя название магазина, он высветится. Это очень удобно для агентств, когда много магазинов на одном аккаунте, и также удобно для людей, у которых несколько магазинов в Яндекс.Маркете. Можно смотреть сразу статистику по всем магазинам. Также появилась возможность просмотра ставок и цен конкурентов в других регионах. На данном слайде вы видите, что стоит регион Москва. То есть этот магазин работает, у него установлен свой регион Москва, и он видит ставки и цены конкурентов именно для Москвы. Этот магазин, например, захотел размещаться в Санкт-Петербурге, сделать, открыть новый магазин. Что нужно для этого сделать? Нужно, соответственно, в настройках изменить регион. Через некоторое время вы увидите ставки и цены конкурентов в других регионах, в данном случае в Санкт-Петербурге. Но хочу напомнить, чтобы посмотреть эти ставки и цены конкурентов в этом регионе, ваши предложения должны быть размещаться. То есть, возможно, в интерфейсе маркета нужно поставить, что доставка туда возможна. Это очень поможет для тех магазинов, кто хочет найти новый рынок, выйти и создать новый магазин. И также большая новость. Изменились типы рекомендаций в таблице с предложениями. Если раньше рекомендации высвечивались при наведении курсора на столб «Цена», то сейчас же все упростилось. Теперь при наведении на программы CPA и CPC выскакивают свои рекомендации по той или иной программе. Объясню тоже проще. На данном слайде вы видите товарное предложение, где клиент установил 2,5% максимальную комиссию за заказ и стратегия на шестое место. Также по программе CPC установлена максимальная цена за клик 1.1.o.e. Такие рекомендации, напомню, работают только для магазинов, работающих по гибридному аукциону по программе CPA и по программе CPC. Как это работает? PriceLabs видит, что для шестого места пользователь указал 2,5% комиссии за заказ. И в базовых рекомендациях, вот вы видите слева, этой ставки, этой комиссии не хватает для достижения этой стратегии. Для шестого места нужно 3,61%. Соответственно, он фиксирует данную комиссию и высчитывает дополнительные ставки по программе CPC. Выглядит это вот так, то есть он фиксирует, везде ставит 2,5% и показывает, что на шестое место нам нужно 91 цент. И соответственно, так как у нас по программе CPC максимальная цена за клик стоит на 1,1уе, он выставляет 91 цент. По ссылке, которую вы видите на экране, вы можете перейти на урок PriceLabs на YouTube канал Яндекс.Маркета, где в 20-минутном видео рассказывается подробнее, как это все работает. Очень интересно. И подошел к концу второй блок. Теперь новый экспериментальный блок, новости одной строкой. Яндекс и Сбербанк подписали соглашение о создании совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета. Напомню, что эта сделка обошлась примерно в 30 миллиардов рублей или около 500 миллионов долларов. Теперь у Яндекс.Маркета есть большой зеленый брат, который следит за ним и соответственно, как я думаю, будет только улучшаться и улучшаться. И также хочу сказать, что до Яндекс.Маркета Сбербанк вел переговоры с Алибо Бойгру. Вторая новость. Яндекс.Маркет запустил раздел по продаже китайских товаров. Это был эксперимент. Яндекс.Маркет работал с китайскими площадками по поставке товаров. Эксперимент удался и теперь данный раздел закрепился на основной странице Яндекс.Маркета. И последняя новость, что Яндекс.Маркет тестирует офлайн-центр для отправки заказов по всей России. Это так называемый фулфилмент-центр, где будут собираться все популярные товары. Площадь примерно будет составлять около 30 тысяч квадратных метров и в день сможет отправлять около 10 тысяч посылок. То есть как это будет работать? Маркет будет закупать у поставщиков или у магазинов популярные товары, хранить их у себя на складе и с помощью сервиса Яндекс.Доставка доставлять их конечному покупателю. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Меня по-прежнему зовут Роман Завалин. На слайде вы видите мои контактные данные. Можете писать по поводу Яндекс.Маркета по любым вопросам на почту. Заходите на сайт нашего агентства. И также я оставляю ссылки на канал, YouTube канал Яндекс.Маркета и на блоге Маркета и Price Labs. Также, друзья, хочу вас пригласить на конференцию по контекстной рекламе, которая пройдет 28 февраля. Вся информация вы можете посмотреть по ссылкам в описании. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok